Привет, малыш! Ты любишь сказки? Тогда укладывайся поудобнее, сейчас я тебе их прочитаю. Терем-теремок. Летела муха по лесу, устала, присела на веточку отдохнуть, и вдруг увидела, среди леса в густой траве стоит терем-теремок. Подлетела к теремку муха, покружилась над ним, заглянула внутрь и воскликнула. Вот так терем-теремок, да тут и нет никого, буду здесь жить. Стала муха в том теремке жить-поживать, а тут как-то мышка побежала и ненароком теремок заметила. Вот так терем-теремок, кто там в теремке живет? спросила мышка. Муха из окошка выглянула. Я живу тут, муха-горюха, а ты кто? А я мышка-нарушка, пусти меня в теремок, подумала муха и сказала. Заходи, живи на здоровье, стали они вдвоем жить. И тут, как только дождик прошел, откуда ни возьмись, лягушка, шлеп-шлеп. К теремку прискакала, в цветочек колокольчик позвенела. Динь-динь, квак-квак, кто в теремочке живет-поживает? Открылась окошко. Я муха-горюха, я мышка-нарушка, а ты кто такая? А я лягушка-квакушка, пустите меня в теремок. Переглянулись муха с мышкой и сказали. Милости просим, вдвоем хорошо, а втроем еще лучше. Стали они втроем жить-поживать, добро наживать. Шел по лесу петух и увидел теремок. Петух остановился, крыльями захлопал, шею вытянул и как закричит «Кукареку!» А потом еще громче «Кто? Кто в теремочке живет?» Тут все, кто в теремочке был, ему навстречу вышли и назвались. Я муха-горюха, я мышка-нарушка, а я лягушка-квакушка. И его спросили «А ты кто?» Петух приосанился, гребешком встряхнул, шпорами звянкнул и крикнул еще громче. «Я, петушок-золотой гребешок, хочу у вас жить!» И все хором сказали «Добро пожаловать!» Стали теперь четвером жить. Убегал от лесы заяц, скакал, кружил по лесу по зеленой травке и на теремок случайно наскочил. «Вот так терем-теремок!» Подъявился заяц «Кто же там в теремочке живет?» И стал изо всех сил дверь барабанить. А там за дверью стоят все открыть боятся. Муха за всех ответила «Здесь мы живем, я муха-горюха, еще мышка-нарушка, да лягушка-квакушка, и петушок-золотой гребешок. А ты кто?» «Я, я, зайчик-попрыгайчик, пустите меня поскорее, за мной лисиса гонится!» Тут дверь распахнулась, и все разом сказали «Ходи, местечко найдется!» И стали теперь пятером жить. Тут неожиданно, негаданно, буря разразилась, потемнело кругом, гром загремел, молния засверкала, полил дождь проливной. И в самую непогоду кто-то большой к теремку пришел, как закричит на весь лес «Эй, эй, кто в теремочке живет?» Как ударит дверь, чуть было ее с петель не сорвал. И в этот раз муха не побоялась, а кошка приоткрыла, в щелку выглянула и пискнула. «Мы все тут живем, муха-горюха, мышка-нарушка, лягушка-квакушка, петушок-золотой гребешок, и зайчик-попрыгайчик. А ты кто такой?» «Я, медведь, косолапый, я промок и продрог, пустите меня обсушиться, обогреться». «Мы бы рады», — сказала муха, «да теперь здесь никак не поместиться, прощения просим». Огорчился медведь, куда ему деться, где обсушиться и где согреться. Вот и полез на крышу, к теплой трубе поближе. Вот только теремок не выдержал медведя и развалился под ним. Хорошо никого не придавило, все успели разбежаться. Но дождь прошел, и небо прояснило, собрались все по обломкам теремка. «Вот и нет теремочка, и где нам теперь жить?» — сказала мышка и заплакал. Подошел медведь низко всем поклонился и сказал «Простите меня, эх, виноват!» «Простим», — сказал ему, «Если новый теремок поможешь поставить, сумел сломать, сумей построить!» И стали все новый теремочек строить. А медведь больше всех старается, самую тяжелую работу делать. Вот и построили новый терем, теремок. Еще лучше, и больше, и красивее прежнего. И вот все там поместились, еще и для гостей место осталось. Теперь дружно в шестером живут, поживают. Смотрите продолжение в следующей серии. Должение следует... Продолжение следует...